Так, сейчас я этот камень сдвину. Так, тема моей проповеди сегодня «Отвали». Ну, не просто отвали, да. Сейчас. Это «Отвали камень». Да, это я вспомнил. Что-то Саша Шарич рассказывал. Позвонил дочери, по-моему, я точно не помню эту историю. Как-то спросил, как дела. А она по-болгарски ответила ему «Вали». Ну, «Вали» по-болгарски. Ну, дождь идет, да. А Саша говорит, что-то я не понял. Говорит, «Вали? Куда валить?» Он говорит, в смысле дождь идет? Валит, вали. Ну, тема очень серьезная сегодня. «Отвали камень». Давайте мы все вместе откроем Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Евангелие от Матфея, 4, 4. Легко запомнить. Очень хорошо сегодня Наташа сказала про то, что блокнотик очень важно с собой носить. Мы все раньше ходили с блокнотиками, потому что слово «рема». В прошлый раз я говорил про логос и «рема». Вот когда слово преломляется, это бывает настолько нежно, настолько тихий голос, может быть, настолько вот просто тебе прошептали. И это верный признак того, что ты рожден свыше. Потому что Иисус Христос говорит, что рожденный свыше слышит слово и не знает, откуда оно приходит и куда уходит. И так бывает со всяким рожденным свыше. И поэтому у меня лично такой опыт о том, что если я что-то услышал, вот так в духе, тихие голосы для меня это просто как откровение, как вспышка какая-то. Я тороплюсь записать это, потому что я знаю, что это же слово кто-то может и украсть. Ну, так написано, он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Дьявол, он есть вор. И он есть от начала человека-убийца. Поэтому, чтобы не украли, вот действительно, вот просто запишите себе в блокнотик или вот сейчас, ну, реально, телефоны у нас есть, просто раз пропечатали, все, это уже отложилось куда-то, это уже никуда не уйдет. Потом вот просто перечитали, потому что реально на следующий день вы можете даже об этом не вспомнить. Евангелие от Матфея 4.4. Сегодня я также хочу немножко поговорить о тайной комнате, потому что тема эта потрясающе важная. Я думаю, что это одна из самых важнейших тем в христианстве, для жизни христианина, чтобы сохранить свою жизнь, духовную жизнь, сохранить свой дух, сохранить свое сердце. Как и написано, прежде всего, храни сердце свое, из которого источники жизни. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот в прошлый раз я говорил о том, что в переводе с греческого языка есть два слова, которые перевели только одним словом на старославянский, потом уже славянские языки. Слово «Логос» и слово «Рема». Перевели как просто на одно слово «Логос». Поэтому, когда мы читаем, мы можем не совсем понимать. Ну, то есть, вот просто я приводил пример, что в Евангелии от Иоанна в первой главе написано, «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и все через слово начало быть, что начало быть, и без слова ничто не начало быть, что начало быть». И вот здесь, везде, где написано слово, в оригинале звучит слово «Логос», на греческом языке «Логос». Вот в этом месте, который я сейчас прочитал, но всяким словом, исходящим из уст Божих, будет жить человек. Под всяким словом вот здесь написано «Рема». Рема – это преломленное слово, то слово, которое дает жизнь. Это очень хорошее место, которое говорит о том, что дает нам, христианам, жизнь. Я думаю, что кто уже давно в вере обратил внимание на то, что, например, я не могу себе представить свою сегодняшнюю христианскую жизнь без питания, без подпитки Словом Божиим. О том, что я читаю Слово Божие, я слушаю проповедников периодически. Когда мы переехали сюда, в Болгарию, я начал так просто, ну, мы с Натальей начали страстно искать здесь церковь, где мы могли бы слушать Слово, или где мы могли бы послужить, где мы могли бы поделиться своими какими-то благословениями, что-то получить. Что-то отдать. Нам нужно было Слово. Нам нужно было именно Рема. Слово, которое дает жизнь. Еще одно место, где раскрывается смысл Ремы, он также написан в Евангелии от Луки. Давайте мы также откроем. Евангелие от Луки, 24 глава, 32 стих. И они сказали друг другу. Ну, то есть, вот два человека шло, два ученика Иисуса Христа шли по дороге в Имаус и повстречали Иисуса Христа, который уже воскрес. Но он был в другом теле, преобразован, они его не узнали. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наших. И вот здесь интересно, мне опять нравится, как верующие пишут о том, что они пишут сердце в одном единственном числе, хотя человека было два. Но это я все равно, что могу там, например, о вас сказать. Да, я, кстати, действительно, я реально всем вам благодарен, потому что не только, конечно, Бог Люду дал нам в поддержку. Всех вас Бог дал нам в поддержку, потому что без вас мы бы не выстояли. Я думаю, что просто мы сегодня похожи на такой отряд, который занимает какую-то, занял уже какую-то высоту. И мы там отстреливаемся пулеметами, гранатами. Ну, вот так чисто вот. Ну, потому что вот мы такие. Вот мы будем стоять до последнего бойца, пока мы всех, ну, там не погибнем. Даже если последний останется, он все равно будет до конца держать высоту. Вот так нас воспитали. Так нас наставили. И вот здесь вот просто дается очень хороший прообраз Ремы. О том, что что делает Рема с нами? Оно зажигает наши сердца. Слышите меня? Когда я читаю Логос, не понимаю, Господи, вот что написано вот здесь. Вот, просто вот читаю, читаю, и просто мне пока непонятно, когда я только шел к Богу, когда я только искал Бога. Для меня Библия была закрытой книгой. Я читал и ничего не понимал. Очень многие, кто приходят к Богу, поначалу читают, тоже ничего не понимают. Приходят в церковь, слушают, ну, просто непонятно, чего там проповедник, о чем он вообще говорит, ну, непонятно. И вот, когда приходит Дух Святой, или когда приходит Иисус Христос лично, написано, что Писание по сей день, оно закрыто, на нем лежит покрывало, и это покрывало снимается кем? Оно снимается только личностью Иисуса Христа. Так написано только Иисусом Христом. Иисус дает что-то разуметь, что-то зажигает Он. И написано, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание. Только когда Иисус Христос изъяснит, мы начинаем понимать. Для нас слово становится ремой. Оно становится преломленным хлебом, который дает нам жизнь. Посмотрите внимательно на то, что человек, который живет в мире, который не знает Бога, он питается информацией. Душа его питается информацией. Она просто постигает какие-то вот знания, что-то, реклама какая-то. Знаете, вот сегодня я хочу сказать о том, что сегодня очень грубо используется в мире нейролингвистическое программирование. То есть когда-то это было запрещено, сегодня это направо-налево. Я просто часто иду и смотрю, вот на дороге валяется пачка сигарет. На ней нарисовано о том, что раковый больной умирает, например, к примеру. Потому что примеров можно привести тысячи, например, от рака легких. И показывает, что он там корчится от боли. И написано, ну вы все знаете, на упаковке сигарет написано, что курение оно убивает. Что происходит? Когда человек покупает сигареты, он читает. Курение убивает. Подсознательно он соглашает. Я сейчас как врач объясняю. Потому что сейчас ко мне приходит пациент, который принял решение получить освобождение от никотиновой зависимости от сигарет. Я ему читаю Евангелие. Провожу его по 12-шаговой программе. Просто говорю о том, что только тебя Иисус Христос может освободить, если ты истинно призовешь его имя, познаешь его. В момент познания происходит просто освобождение. Но тебе надо познать. Тебе надо понять о том, что только Иисус Христос. И главное понять о том, на что ты ведешься. Ты покупаешь упаковку сигарет. Там написано, что эта сигарета тебя убьет. Сегодня программы этого мира направлены, и об этом уже много людей знают, на контроль населения человеческого. Потому что земля перенаселена. Много программ направлено на то, чтобы конкретно, откровенно просто контролировать население. Я ему объясняю. Потому что ты знаешь, что такое сигареты на сегодняшний день? Там уже нет никотина. Там нет никотина. Вообще нет. Это химическое вещество, туда просто напичканное. Когда вот, ну, просто я смотрел, как сейчас сегодня сигареты изготавливаются. Это сплошная химия. Там нет никакого никотина. Что-то напоминает по запаху, но это сплошная химия. И с добавлением плюных суррогатов, которые конкретно убивают и вызывают на сегодняшний день рак. И не просто рак легких, как раньше, например, считалось. Сегодня это рак чего угодно. И в основном люди от сигарет сегодня, от этой зависимости погибают от коронарного спазма. Суррогаты, которые введены в эти сигареты, вызывают спазм коронарных сосудов. И человек умирает от инфаркта миокарда, на самом деле. И даже не знает, что он умер от последствий сигареты. И просто вот когда, ну, это капитан ко мне приходит, он говорит, ну, я вообще-то согласен. Потому что я знаю, что сигареты, там уже нет никакого никотина. Я знаю, что фильтр делается из пластмассы. И когда мы там курим, там, ну, проходя вот эта, температура повышается. И уже в легкие поступает непосредственно канцероген, тяжелый канцероген. Ну, то есть это убийственная программа, которую убивает на сегодняшний день. Человек соглашается с этим, читает, что это убивает. Он соглашается. Да, это меня убивает. Начинает курить и через несколько лет погибает. Понимаете, это тоже информация, которая питает этот мир. То есть если я, какая моя мысль сегодня? Если я пытаюсь информации этого мира, эта информация меня убьет. Рано или поздно. Можете сказать на это аминь? Вся информация этого мира, она направлена на то, чтобы постепенно внушить тебе или отравить тебя, или в конечном итоге тебя истребить, убить. Что делает информация, которая приходит от Уссо из Христа? Что делает Рема? Она дает мне вечную жизнь. Скажи аминь, потому что это правда. Если я, питаясь от Иисуса Христа, питаясь постоянно, делаю это на постоянной основе, не один раз в неделю, несколько раз в день. Вот просто питаюсь, читаю слово, просто молюсь, просто с кем-то, с духовным человеком разговариваю, общаюсь, происходит такой взаимообмен. Я получил Рему. И вы знаете, мне сразу дышать легче становится. У меня сердце наполняется, сердце зажигается. Я понимаю, что в меня ввели силу Святого Духа, я оживаю. Это слово меня, оно воскрешает, оно меня оживляет. Я начинаю жить, у меня приходит счастье, у меня приходит радость, у меня приходит мир, приходит любовь. Вот это понятие Ремы. Давайте мы перейдем к тайной комнате. Сегодня у меня продолжение предыдущей проповеди, тайна моей тайной комнаты. И я уже в прошлый раз говорил о принципе. Я хочу сегодня еще раз повторить, потому что повторение мать учения. Давайте мы откроем еще раз это место у пророка Иеремии. Написано в 29 главе только 13 стих. 29.13 Пророк Иеремия 29.13 И взыщите меня и найдете, запятая и если. Вот у Бога очень часто если. Бог ставит условие о том, что если взыщите меня всем сердцем вашим, то найдете. Если не всем, то можете выйти из тайной комнаты просто пустым, ну как вошли в нее. Но если искренне от всего сердца, этот принцип очень важен. Потому что он дает понять о том, что Иисус нашел нас всем сердцем своим. И он вправе требовать о том, что и мы его призваны искать всем сердцем. И когда мы ищем, вот ну просто я вхожу в тайную комнату, да, я начинаю молить Господи, откройся мне. Я хочу тебя познать всем своим сердцем, да. Наполни меня своим словом, своей ремой, своим откровением. И вот сегодня я хотел поделиться еще одной такой тайной комнатой. Когда Иисус Христос воскресает. Вот мне бы не хотелось о том, что мы просто каждый год приходили в церковь и узнавали, что, ну, примерно где-то весной Иисус Христос был взят. И вот эта история, да, она впечатляющая, конечно, о том, что вот примерно вот в этот день, да, о том, что Иисус Христос на молодом осле въехал в Иерусалим, и все махали ему пальмами, ветвями, кричали «Асана, Асана Всевышний Богу!» И встречали его как царя. И представляете, вот сердца учеников. И вот, ну, я думаю, что даже Иуда Искариот радовался. Ну, просто он, ну, просто «Наконец-то! Наконец-то, ребята!» Иисус Христос царь! Все, мы достигли. Сейчас его признают царем, посадят его на троне. Мы сядем там по правую, по левую сторону, станем чиновниками, станем богатыми, станем власть имущими. Вот, такая радость пришла. Все, ну, просто, вот, уже в предвосхищении того, что вот сейчас власть, могущество, и уже через несколько дней Иисуса Христа берут в Гефсимамском саду. Тот же Иуда Искариот захотел сделать на нем бизнес, продал его за 30 серебриков, чтобы хоть что-то получить, потому что он понял, что Иисус Христос не собирается быть царем здесь на земле. Он предсказывает о том, что он будет взят, что его убьют, и что он на третий день воскреснет. Аминь или не аминь? И вот это через несколько, это вот в течение нескольких дней все это происходит. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, пятая глава. Евангелие от Матфея, пятая глава. Это Нагорная проповедь. 43 стиха. Мне бы не хотелось, чтобы мы каждый год приходили в церковь и просто узнавали, что Иисус Христос был взят, что его убили. Мне бы хотелось сегодня донести основную мысль. Иисус Христос умер, воскрес, был вознесен в оселодесную у Господа Бога на высоте, по правую руку. И сегодня Он реально желает воскрешать нас, наш Дух, Его желание воскреснуть в наших жизнях и двигаться в нас и через нас, как воскресший Иисус Христос, воскресший Господь, воскресший Бог Богов. И вы знаете, Иисус Христос в Нагорной проповеди Он нас подводит, Он дает свое очень славное учение о заповедях совершенных. И вы знаете, я вот так размышлял вот эти дни о том, что в послании Галатам в пятой главе написано «Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание». И написано «На таковых нет закона». И я размышляю так. Так Господь, ну, в прошлое воскресенье проповедовал о том, что я заходил в комнату тайную, молился до тех пор. Моя первая победа это была, когда я начал наконец-то выходить из тайной комнаты с миром в сердце, с покоем. Спокойно выхожу, я получил ответ. Для меня мир стал как ответ от Иисуса Христа на то, что моя нужда принята, что Бог взял это дело, и теперь ты можешь успокоиться от своих дел, от своих переживаний. Как это все, Иисус уже занимается, ангелы Господни уже занимаются. Когда я получил то, что радость, радость совершенная, на самом деле, приходит в мое сердце в тайной комнате, я молюсь до тех пор, пока не придет радость. Я пришел к такому выводу о том, что в тайной комнате я получаю и обретаю победу. Я выхожу оттуда как победитель. О том, что ситуация не просто разрешилась. Иисус уже все сделал абсолютно. Совершил и одержал там полную победу. Но, вы знаете, Бог мне открыл на этой неделе о том, что мы не можем сказать о Боге, что Бог есть долготерпение. Мы не можем сказать о Боге, что Бог есть радость. Мы не можем сказать о Боге, что Бог есть упование, или что Бог есть терпение, или один из плодов Святого Духа, о том, что это его качество. Но в Библии написано, что Бог есть любовь. Мы очень спокойно можем сказать о том, что Бог есть сама любовь, потому что любовь – это не просто качество, или это не просто какая-то эмоция, конечно, как в мире путают, или выдают за любовь все, что угодно, но только не то, что необходимо. Любовь, Библия говорит о том, что это есть совокупность совершенства. Когда я исполняю в тайной комнате совершенную любовью Отца, и вот здесь, знаете, для меня сегодня очень важно до вас донести, из тайной комнаты уже выхожу не я. Аллилуйя. Из тайной комнаты выходит Иисус Христос, воскресший Иисус Христос. У меня на сегодняшний день нет никакого сомнения. Я, как христианин, призван распознавать, где действую я, а где действует Иисус Христос. Почему апостол Павел так смело пишет? И уже не я живу. А что живет во мне, то живет Иисус Христос, а что ныне живу верой, и так далее, и тому подобное. Апостол Павел был уверен в том, что уже не он живет. Как он был уверен? По каким признакам? Вот сегодня я хочу поделиться вот этой тайной. Сегодня я уверен, что когда я поступаю по любви, по совершенную любви Иисус Христа, это не я поступаю. Иисус Христос поступает через меня. И давайте мы это прочитаем. Потому что я так не могу поступить. Это даже не по-человечески. Вы просто прочитайте это еще раз. Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стиха. Иисус Христос говорит, вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Это для нас, для людей естественно, да, о том, что любить ближнего. Тот, кто меня любит, он мне друг. Ненавидит того, кто меня ненавидит, ненавидит врага твоего. Но Иисус Христос говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Вот это то, что я делать не могу. Я не могу любить своих врагов. Как человек по своей человеческой сущности, у меня нет такого дара, такой способности. Но я знаю точно, что когда это происходит во мне, это не я. Это не я точно. Это Иисус Христос просто полюбил. Или дал эту любовь, или Он через меня любит. И я могу так же, как апостол Павел, да, сказать о том, что Бог мне свидетель в послании к филиппийцам. Я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Написано так? Я ничего не придумал. Читайте Библию. Читайте Логос, чтобы пришла Рема. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Какая награда в том, Иисус Христос говорит, что если вы любите любящих, никакой награды. Это естественный процесс. Легко любить тех, кто вас любит. Попробуй любить того, кто тебя ненавидит, или ноги от тебя просто вытер. Какая вам награда? Не то ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Иисус Христос говорит о совершенстве. Он дает нам заповеди совершенства. То есть в тот момент, когда я поступаю по этой заповеди, я человек совершенный. Но могу ли я? Я еще раз сегодня повторяю мысль о том, что без Христа написано, мы ничего не можем. Абсолютно ничего. Но Иисус Христос может и хочет и желает действовать через нас могущественно. Это Его желание. И эту способность мы можем обрести только в тайной комнате. Слышите меня? Когда я ищу Иисуса Христа всем своим сердцем, Он всегда приходит. Призовите меня, да? Я приду. Всякий, призвавший имя Господне, написано, спасен будет. Иисус Христос дает нам заповеди совершенства. И я обретаю уверенность в своей жизни, да? Я рассказываю всегда вот эту ситуацию, что это Иисус Христос обрел. Я помню, что я как-то делился, когда я работал в реанимации, меня возненавидела, ну, реально возненавидела одна медицинская сестра, только потому, что она узнала, что я верю в Бога. А тогда это были времена атеизма. Ну, как она надо мной издевалась, какие козни она строила, как она постоянно доносила. Ну, то есть, я, будучи медицинским братом, студентом медицинского института, я постоянно был на самых грязных точках. Ну, постоянно в гной, постоянно в моче, постоянно в кали, постоянно в крови. Ну, то есть, самое грязное. Ну, то есть, я выполнял роль санитара, потому что она была, ну, вот, такой авторитетной старшей сестрой, и что она приказала, да? Ну, я, в принципе, ну, я мог не выполнять, мог отказаться, но у меня бы тогда возникли проблемы, меня бы просто туда, ну, просто турнули, выжили бы оттуда, и все. Но я смирился и просто делал эту работу, просто вот на самом деле. И в один момент Бог мне открывает. Вот я был тогда на Трездесе, на большой конференции, такое наполнение, вернулся просто при исполненной любви. Я тогда не понимал, что на самом деле во мне владычествовала любовь Иисуса Христа. Я вышел на самом деле из этой большой тайной комнаты, в которой было, ну, несколько сот человек. Это было в Бишкеке. Я такой наполненный, я захожу переодеваться там, переоделся, захожу там в медсестринское, там медсестра стоит, которая меня, ну, вот просто видеть не может, и она там в зеркало, там, ну, делает вид, что расчесывается. И Дух мне Святой прямо проговорил, подари ей. У меня, мы не сделали подарок, это была дорогая такая американская ручка, с Америки привезли ее. Она вот на таком шнурке висела, и было так удобно. Я бегал по анимации, вот так она открывалась, я раз запись сделал, и вот я так бегаю, и вот эта ручка так болтается, такая красивая ручка. И она так поворачивается, говорит, какая ручка у тебя красивая. Я говорю, ну да, подарили. Он говорит, ой, везет же тебе. И мне Дух говорит, подари ей, подари. И мне так, ну, жалко, это мне, самому ручка, это дорогая, это память, это, ну, просто подарок, это американская ручка. Мы тогда с Америки вообще, ну, просто это первое что-то, ну, приходило такое, ну, мы там на это смотрели, как вот, ну, просто, ну, реально, как на манну небесную. И я так вот схватился за эту ручку, просто, ну, не отдам, думаю, вот, я понимаю, это я, это я, не отдам, вот, подари, не отдам, это мое, ну, мне нравится эта ручка, подари. Я снимаю эту ручку, подхожу к ней, ну, ее Таня звали, говорю, Таня, она что, я хочу тебе эту ручку подарить. И дарю ей. Прямо на шею просто повесил, и вы знаете, она заплакала. И она рыдала, она не могла остановить своих слез, и потом она еле-еле, когда проплакалась, она сказала, ты знаешь, мне никогда никто ничего в жизни не дарил, спасибо тебе. Ну, то есть, у нее была такая отверженность, на самом деле, она, ну, как и все мы, в принципе, во время Советского Союза, ну, там, никто ничего не дарил, была, ну, постоянно, вот так вот, ненавидимая, там, брошена своими родителями, просто она потом вскрыла это все, плакала. Но после этого мы стали лучшими друзьями. На следующую смену я прихожу, если помните, я рассказывал, она выстроила всех медицинских сестер, вот так построила их, потому что она такая властная, все ее реально боялись. Я не знаю, за что ее боялись. Худенькая такая, худая такая, ну, вот просто вот, ну, очень активная такая, вот, ну, просто вот в ней было какое-то вот такое ядро, ну, вот, что вот, какой-то вот такой контролирующий дух. Я говорю, слушайте сюда. И все так, вот, как в армии, прям вот так смотрят, вот так на нее слушают. Не дай бог кто-нибудь, вот, что-нибудь про этого, она меня пальцем показывает, про этого человека что-то мне скажет, хотя никто ничего, кроме нее, не говорил. Понимаете? Будет иметь лично со мной дело, я сама разберусь, ну, просто вот, ну. И с этого момента меня так там в реанимацию зауважали, ну, просто вот реально я прихожу, там, вот, самая чистая работа. О, не, не надо вам это туда делать, не надо это что вытирать, это санитарка все сделает, там это помоет не надо. Вот, ваше дело, делайте уколы, ставьте систему, все, вам сюда, вы же будущий доктор. Ну, все. Слава Иисусу. А я, слава Иисусу. Я всего лишь поступил по заповеди. Благотворите тем, кто гонит вас и всячески вас злословит и ненавидит, сказал Иисус Христос. В тот момент, когда я так поступил, я точно знаю, что дальше это уже не я. Дальше Иисус Христос просто проявил свою любовь. И пришла победа. Сегодня о чем я говорю? Я говорю о том, как сделать так, чтобы Иисус Христос воскрес в наших жизнях. Вот, лично в моей или в лично твоей жизни. Просто вводи вот в такое послушание о том, что исполни заповедь совершенства. Возлюби своего врага. Возлюби того, кто тебя ненавидит. Благослови проклинающих. Еще недавно Наталья стала свидетелем. Она пришла врач-стоматолог туда, в Бургасе. И, ну, просто я провожу ей там врачебные манипуляции. Просто там, ну, просто мануальная терапия. Немножко там промануалил, позвонки на место я поставил. Ну, там усилие надо прилагать. Вот, и она встает такая вся какая-то обновленная. Вот, говорит, а вы вообще как защищаетесь? Я даже сперва ее не понял. Ну, я потом, ну, просто понял, о чем она говорит. Вот, я, говорит, обычно после людей руки мою, потом иду. Ну, просто там смываю всю нечистоту. Вот, Наталья говорит, я даже с людьми вот так работаю. То есть, я к ним не наклоняюсь. Я вот издалека вот так, чтобы энергетика вот эта вот дурная вот эта, чтобы не пришла. Я говорю, ну, вот я обычно несколько раз у меня так задавали такие вопросы, как я защищаюсь против дурной. Ужас. Я объясняю. Самая лучшая защита – это то, что в Нагорной проповеди написано. Если меня, ну, пришел там, ну, чувствую, что он там не в духе или то, что. Я уже его изначально просто, ну, в самом деле, я его люблю. То есть, я стараюсь, мне надо на человека настроиться. То есть, я, вот, а что, если он, вот, какой-то злой или там у него там что-то? Я его люблю, да, я его покрываю любовью, потому что Иисус Христос говорит, возлюбите ненавидящих вас и уже заранее благословляйте те, кто вас, возможно, проклянет там когда-нибудь, да. О том, что это, я объясняю, это самая великая защита. Говорит, как вы, может быть, вы там, что-то там, просто руки как-то вот, что-то масло какое-то у вас специальное, да, или что там. Как вы защиту выстраиваете? Моя защита, Иисус Христос. Именно в исполнении вот этих заповедей совершенства. То, что заранее просто я люблю, благословляю, там, благотворю, короче, там, желаю всего самого хорошего. Наш подход, да, вот, в нашем центре о том, что мы стараемся, по крайней мере, о том, что, ну, как Библия учит. Если старше тебя женщина, да, ты к ней как маме. Если старше тебя мужчина, ты к ней как папа, да. Если там твой ровесник, как брат или как сестре. Если младше тебе, как дочери, как сыну. Тогда другое отношение. Это не чужой человек для тебя. Это твой близкий человек, да. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И люди это чувствуют. Но сегодня я немножко о другом. Я бы хотел сегодня прочитать, я уже заканчиваю, высшее проявление любви. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 15 глава. 15 глава с 8 стиха. Иисус Христос, опять же, говорит. «Тем прославится, слушайте, прославится, чем прославится Отец мой, чем прославится Бог, чем прославится Бог Богов в моей жизни, чем прославится Господь Господствующих, царь царей, если вы принесете много плода и будете моими учениками, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Слышите, это заповедь совершенства. Иисус Христос желает, чтобы мы пребывали в Его любви. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей». То есть мы, сегодня даже гомосексуалисты говорят, а мы пребываем в Божьей любви, Бог нас любит, такими, какие мы есть. Исполняют ли они заповеди Божьи? Все, это ответ. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди отца моего и пребываю в его любви». Иисус Христос соблюл заповеди своего Отца, и именно поэтому Он пребывает в любви Отца. Именно поэтому Он есть проявление любви. Он, вскрывшийся рема, рема, которая донесла до нас эту любовь и исполнила. Бог свою любовь доказал над тем, что Иисус Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Безусловно, любовь. Он доказал. Он не просто сказал, что я люблю вас. Он доказал любовь. Делами своими. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сие и заповедь моя, да любите друг друга, как и я возлюбил вас». Не только Бога любите, друг друга любите. Нет больше, и смотрите, 13 стих. Нет больше той любви. Нет больше. Это самая высокая любовь. Это предел любви Агапы, безусловной, безграничной любви Отца. Как если кто положит душу свою за друзей своих. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои. И смотрите, сегодня даже существует сообщество такие, которые называют «мы друзья Иисуса Христа». Ну, знаете, мы не все друзья. Не все друзья Иисуса. Смотрите. Вы, друзья мои, если... И опять же звучит это слово «если». Если исполняете то, что я заповедую вам. Мы, друзья Иисуса, только тогда, когда мы исполняем Его Слово. Аминь. Исполняем заповеди совершенства, когда мы любим. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин Его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца. И смотрите, опять еще один ответ. Когда пребывает плод, когда мы приводим людей к Иисусу Христу, к познанию Бога, делаем их, как написано, учениками. Идите до края земли и делайте учеников, в правильный перевод, делайте учеников. Когда этот плод наш пребывает, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он даст вам. Только тогда, когда мы исполняем заповеди, когда мы приносим плод, Он дает нам то, что потребно. «Сие заповеду вам, да любите друг друга». Еще раз повторяет, еще раз повторяет, и еще раз повторяет. Высшая заповедь, первая заповедь. «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой». И я еще раз повторю эту мысль. Я как-то у Бога спросил, это я больше для наших гостей из Израиля, потому что это классное откровение. «Господи, если я люблю Тебя всем сердцем, у меня не остается сердца, чтобы любить ближнего своего. Если я люблю Тебя всем разумом, у меня не остается разума, чтобы любить ближнего, и так далее. И вы знаете, что Господь мне ответил? Любить ближнего – это не твоя задача. В тот момент, когда я люблю Бога всем своим сердцем, Иисус Христос начинает любить ближнего моего через меня, через меня. И смотрите, вот что за камень, который нам надо отвалить сегодня? Вот этот камень, давайте мы это место прочитаем, Евангелие от Марка, 16 глава, и мы получим сегодня хороший ответ, хорошее откровение. Дай Бог, чтобы для каждого из вас открылась рема сегодня. 16 глава, последняя глава Евангелия от Марка, с первого стиха. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянув, видят, что камень отвален. И он был весьма велик. То есть, по историческим фактам, чтобы отвалить этот камень, нужно было несколько человек. Ну, это реально. Но мы знаем, что кто его отвалил, этот камень. Этот камень был отвален ангелами Господними, которые весьма сильны. «И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белой одежде, ну, в другом месте написано, что это ангел Господень, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите назарянина, распятого, он воскрес, его здесь нет. В другом месте написано, что вы ищите живого среди мертвых. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Давайте послушаем. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, что сделали? Не поверили». Смотрите, какое неверие, какой скепсис царил учеников. Хотя Иисус Христос им много раз говорил, повторял о том, что «Меня убьют, я воскресну на третий день». Не поверили. «После сего явился в ином образе двум из них на дороге». Вот то, что я уже читал, «Вэмаус», когда они шли в селение. «И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили». Слышите, это апостолы. Не поверили. «Мы не верим вам». Пока сами, Фома сказал, «пока сам вот не увижу, пока свои персты, пальцы не вложу в его рану, не поверю». Наконец явился самим одиннадцати возлежащим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Смотрите, какое неверие. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Аминь. Вот я сегодня именно вот об этом камне. Вы знаете, просто это откровение вот последних дней. Вот я реально сильно переживаю, да, вот размышляю над этим. я получил от Господа о том, что вот все то, что я делаю, вроде бы как для Бога, служение мое, семейные какие-то обязанности, служение в церкви, проповеди, то, что мы собираемся, домашние какие-то собрания, библейские разборы, то, что мы учились когда-то, вот все это вроде бы хорошее, вроде мы для Господа это делаем. Если мы делаем это без Иисуса Христа, хотя бы даже для Иисуса Христа, это все мертвое. Это все камень. На этой неделе буквально на днях я получил, я с Наташей делился, и говорю, Наталья, послушай меня, вот то, что мы делали в 91-м году, когда открылась церковь, Грейс, потом мы открыли новую церковь, которая получила название Благая Весть, и много народу пришло, вот на самом деле, тогда это было актуально, мы проповедовали тогда, мы прославляли как могли, нас никто не учил, но мы познали Бога Живого, мы проповедовали, несли служение по 3-4 часа и нас слушали, никто не уходил, все слушали вот с такими глазами, потому что для всех людей это было времена атеизма, никто ничего не знал, никто ничего не знал о Боге, все слушали внимательно, все просто вот так пили, просто впитывали вот каждое слово, каждую вот просто буквочку, каждое вот движение, там прославители, что-то спели, вот ну просто с каким-то благоговением, сейчас это не работает, мы сейчас живем в такое время, когда нельзя кого-то сейчас вот в пространстве Сен-Ге назвать абсолютно неверующим, все давно уже все знают, все хорошо начитаны, Библию читали, хорошо информированы, их этого ничего не трогают, они говорят, мы это все знаем, они приходят в церковь, им не интересно, мы это слышали, мы можем это по Ютубу услышать, мы можем проповеди, там намного круче, там тебе Джейкоб там послушать или еще кого-нибудь, пророка тебе Джошуа, да, и просто-просто, ну как бы если сравнивать, конечно проповедники, ну вот например, даже я например, я сильно проигрываю, да, по сравнению там с тебе Джошуа или там всемирно известным проповедникам, потому что, ну просто, ну я не знаю почему, да, ну просто вовремя оказались в нужном месте, ну просто хорошо послужили, вошли где-то в помазание, до сих пор не выходят, слава Богу за них, но менее известные проповедники, они не интересны, ну просто там человек пришел, я это слышал, ой я это знаю, вот там прославление как-то слабенько, ну с Хиллсен как-то не сравните, они получше там поют, у них там какая-то обработка какая-то специальная, развернулись и шли. О чем я сегодня? Я хотел сказать о том, что вот мы сегодня, 25 лет прошло, ну 26 лет я уже в служении, да, как пастор, я понимаю, что мои мехи, ну вот я честно говорю, ну вот я вот так вот получил, они устарели, то есть они старые, Иисус Христос мне советует о том, что не заливает нового вина в старой мехе, они просто порвутся, да, и не заливает старого вина, да, в новой мехе, о том, что просто вам нужны новые мехи, вам нужно какое-то новое служение, и я для себя получаю о том, что вот служение человеческое, оно сегодня вообще никак не проходит, это камень, это тяжелый камень, который лежит на грамнице, вот лично моей души, лично моего сердца. Я понимаю то, что я вот проповедую, ну только сегодняшний день не исключение, потому что сегодня я проповедую тайну, на самом деле, какой выход, выход всегда во Христе Иисусе. Иисус Христос желает выйти из гробницы моего сердца, Иисус Христос желает, чтобы я отвалил свое религиозное служение, ну просто вот на самом деле, просто отвалил, Иисус Христос желает, чтобы я являл Его, всякий раз, каждый раз, чтобы Иисус Христос сам приходил, сам проповедовал, сам исцелял, сам освобождал, это возможно сегодня? Вся Библия этому учит, вся Библия этому учит. Иисус сегодня такой же, в Нем нет ни тени перемен, Он такой же сильный, такой же могущественный, Он хочет проявляться через нас, Он все сделал абсолютно. И вот вы знаете, вот это заповедь совершенства, когда Иисус Христос нет больше той любви, как если кто душу Вой положит, конечно, в первую очередь Он говорил про себя. И как вы думаете, Иисус Христос когда эту заповедь исполнил? На Голгофе ли это произошло? Где это? В Гефсимане это произошло? Где это? В гробнице? Или когда Он воскрес? Я считаю, что это было еще до сотворения мира написано, что была уже положена жертва Иисуса Христа. Иисус уже пришел с этой любовью к нам. Он не жил для себя. Если вы помните о том, что вот Он в 30 лет вошел на служение, да, и эта личность абсолютно не жила для себя. Он постоянно был в людях, Он постоянно был в народе. У Него не было личного времени. Можете со мной согласиться? Постоянно толпа теснила Его, постоянно прикасались к Нему, постоянно спрашивали вопросы бесконечности, постоянно Он исцелял, кого-то освобождал, проповедовал, лето Господне благодаря, три с половиной года без остановки. Только два раза историк указывает, что Он уходил на 40 дней в пост, в пустыню, да, и был там наедине с Богом, а потом опять оттуда возвращался и в силе в учении опять проповедовал Своё Слово. Так или не так? Эта личность не жила для себя. Он уже пришел для того, чтобы жить для Бога и для нас, для человеков. И Он эту свою любовь, да, Он просто потом в конечном итоге доказал. Говорит, что мои слова не будут напрасно. Я готов положить душу, и я полагаю ее. И Он положил. Аминь или не аминь? И Он умер за нас. Когда мы были, когда апостолы были еще грешниками, когда они были еще суть неверующие, вот на самом деле, просто даже когда увидели Его воскресшим, не поверили. Иисус Христос вот Фоме говорит, вложи пальцы свои, ну, в раны мои, вложи руку свою в ребро моё пронзённое. И Фома просто вот так рухнул перед Ним, говорит, Господь мой и Бог мой. Аминь или не аминь? Вот это сокрушение, на самом деле, апостолов, которые признают, а кто это мог сделать такое? Кто мог вот так умереть, когда его просто разорвали в клочья, да, просто у нас на глазах, просто вот так размесили, вот так, ну, просто превратили в фарш, просто пронзили насквозь. У нас на глазах, ну, по крайней мере, у Иоанна точно пролилась кровь и вода, да, и никто бы не смог выжить, а Он воскрес. Кто это мог сделать? Человек это не мог бы сделать. Это сделал сам Бог. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот этот камень нам надо отвалить, все человеческое. Просто вот нам, христианам, в последнее время, времени очень четко надо видеть, где человеческое. Я не хочу видеть это человеческое. Я хочу, чтобы этот камень был отвален и просто вот там где-нибудь валялся вот так, в грязи, потому что это человеческое. А Иисус Христос, воскресший в моей жизни, в мою жизнь, в вашу жизнь, чтобы Он... И вы знаете, где мы это всегда получаем? Каждый раз, каждый раз. Я уже говорил про то, что радость уходит, когда мы не входим давно в тайную комнату. Мир уходит, когда мы не входим в тайную комнату, когда мы перестаем молиться. И самое главное о том, что любовь, она в твоей жизни никогда не появится. Будешь ждать всю жизнь, она не появится до тех пор, пока ты не войдешь в тайную комнату и всем сердцем не взыщешь, не возлюбишь Иисус Христа. Но в тот момент, когда я всем сердцем взыскал, нашел его, слился с ним, в этот момент я выхожу уже из комнаты и предоставляю Иисус Христу вершить свои планы. Аминь. Слава Богу. Давайте мы встанем сегодня, помолимся, потому что это очень важная тема. Это тема преобразования, это тема мощнейшей трансформации, чтобы нам не выходить до тех пор, пока нас не преисполнит. любовь Иисуса Христа. Библия говорит, что любовь излилась сердца наши Духом Святым. Она уже пролилась. Мы можем исполняться этой безграничной любовью, которая уже пролилась, и она на этой земле водопадами любви льется и по сей день. Сила Святого Духа прямо в наши сердца, в тайных комнатах. Давайте мы почаще будем входить в тайную комнату и поставить перед собой цель, как написано. Цель увещевания есть любовь, очистство вас сердца, доброй совести, нелицемерной веры. Любовь есть совокупность совершенства. Бог есть сама любовь. Когда я выхожу с миром из тайной комнаты, я выхожу с Богом. Когда я выхожу с совершенной радостью, я выхожу победителем. Но когда я выхожу исполненным Божьей любовью, я предоставляю Иисус Христу выйти воскрешен в мою жизнь, в моей жизни, для моего ближнего. Давайте почаще предоставлять возможность Иисусу служить нам и через нас. Бог помазал нас исцелять сокрушенных сердцем, освобождать пленных на свободу, дать слепым зрение, проповедовать лето Господне благоприятное. Он помазал нас силой Святого Духа. Отвали камень. Отвали камень своих успехов, своих знаний, своей теологии. Что ты знаешь, это всего лишь приводит к гордыне, потому что знание надмивает, а любовь назидает. Любовь дает истинное знание, дает смирение, дает кротость, дает все. Все в Боге. Дает самое главное самого Бога. Только в момент любви я совершаю полное слияние с Богом и предоставляю Ему делать то, что Он хочет. Да будет воля Его, не моя воля, но Божья воля, да исполняется на этой земле. дает нам дает нам принести много плода, чтобы пребывать в любви. Дает нам исполнять заповеди Твои, Иисус, заповеди совершенства, чтобы нам пребывать в Твоей любви. Только тогда мы можем сказать, что мы друзья Твои, когда мы исполняем заповеди Твои, когда мы уходим в послушание. Как легко быть послушным, смиренным, кротким, долготерпеливым, когда ты пребываешь в любви, в любви Иисуса Христа. Это сразу легко. Тогда не встает никаких вопросов, как быть послушным в церкви, кто у меня пастырь. В это последнее время я так часто слышу о том, что где бы найти такую церковь, чтобы быть послушным Христу и не быть послушным пастырем, или лидеру прославления, или лидеру молитвенной группы. Но такого не бывает. Мы послушны Христу, когда мы послушны друг другу. Мы любим Бога, только когда мы любим друг друга. Если я ненавижу брата, или сестру свою, я и есть человек, и ненавистник, и я ненавижу Бога на самом деле. Помоги нам, Господь, не своими силами, но твоей верой. Имейте веру Божию, написано, Господь, исполнять заповеди, потому что сами без тебя, Иисус, мы ничего не можем. Иисус Христос взял на свое дело, Он взял на свою любовь, Он хочет, чтобы мы вместе с Ним любили. Он поделился с нами своей любовью, и Он желает, чтобы мы любили в Нем, через Него. Бог есть все во всем, полнота наполняющая, все от Него, все к Нему, все им движется и существует. Мы молимся Тебе с благодарностью, Господь Тебе, Отец, Сын и Дух Святой, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Если согласны, скажите, пожалуйста, Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok